Настоящие сокровища для филателистов, нумизматов, фалеристов, которым интересна олимпийская тема. Владельцы этих артефактов – пермские любители спорта Артём Вороненко и Виталий Водопьянов – увлеклись коллекционированием ещё в школьные годы. У каждого это хобби началось с ярких впечатлений от зрелища состязаний. Самая первая для меня олимпиада была олимпиада 1996 года в Атланте. Это было первое большое для меня событие, когда смотрел фактически все спортивные события и матчи. Вырезал из газеты, выклеил в тетрадки, включал карандашиком победителей и так далее. Вообще можно сказать, что олимпиада не просто яркое событие, но ещё и беспримерное по количеству выпускаемое сувенир. Вот серия фотооткрыток с олимпиады 1936 года в Берлине. На этом фото легендарный американский атлет Джесси Оуэнс, который завоевал тогда четыре золотых медали. А эти исторические трофеи тоже из Германии, только уже послевоенной. К олимпиаде в Мюнхене была выпущена серия монет с надписью «Игры 1972 года в Германии». Но по правилам в тексте должен быть указан город, а не страна. Ошибку поспешили исправить. Монету изъяли из тиража, но она стала безумно популярна по всему миру. За ней охотились и подогрели интерес к всей серии с пяти монет. Выставка олимпийских артефактов – это ещё и повод вспомнить прикамских спортсменов, которые в разные годы занимали пьедестал почёта самых главных соревнований. На той же Мюнхенской олимпиаде 1972 года состоялся один из самых драматичных баскетбольных матчей. В советской сборной удалось завоевать золото, обыграть непобедимых американцев, забросив мяч в корзину за три секунды до финала. В том матче участвовал и Сергей Белов, будущий тренер Пермского Уралгрейта. В 80-м году именно он зажигал огонь летних олимпийских игр в Москве. Ещё одно золотое имя – Ольга Брызгина. Легкоатлетка родом из Краснокамска стала трёхкратной олимпийской чемпионкой в Сеуле и Барселоне в одной из самых сложных беговых дисциплин – дистанции в 400 метров. Олимпийские сувениры – словно напоминание о накале спортивных страстей. Совсем скоро им предстоит разгореться вновь. Выставка артефактов в ресторане «Партизан» будет работать всё время, пока идёт Олимпиада в Рио-де-Жанейро. Юлия Зыкова, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.